Здравствуйте! В эфире канал «Россия-24» информационная программа «События недели» в студии Майя Хамдохова. На этой неделе состоялась первая сессия Народного собрания Карачаева-Черкесии 7-го созыва. Депутатам предстояло определиться с кандидатурами председателя парламента и представителем Республики в Совете Федерации. В работе сессии принял участие глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов. Подробности у Артура МХЦ. Перед началом сессии руководитель регионального избиркома Лариса Абазалиева вручила мандаты депутатам, только что вошедшим в состав 7-го созыва. Чуть позже она уже перед представителями исполнительной и законодательной власти озвучила полную статистику прошедших недавно выборов. В выборах приняли участие 203 324 избирателя, что составило 68,09 от общего количества избирателей. Постановлением избирательной комиссии 9 сентября выборы признаны состоявшимися, а их результаты действительными. Избраны 50 депутатов. К слову, список народных избранников пополнился почти двумя десятками новых имен, то есть обновился на 36%. Депутаты поделились ожиданиями от предстоящего межпартийного сотрудничества. В первую очередь, так как я являюсь медиком, хочу помогать по медицине, в том плане у нас кредиторской задолженности в больницах. Надо как-то это решать. Будем работать в эту сторону, в первую очередь. Наша фракция представлена в парламенте республики в количестве двух человек. Основные и приоритетные направления нашей деятельности мы планируем направить на улучшение качества жизни жителей нашей республики, на разработку, реализацию региональных программ, направленных на поддержку многодетных семей, малообеспеченных слоев населения. Первое заседание Народного собрания 7-го созыва начал старейший из депутатов Исмаил Качиев. После определения состава счетной комиссии члены парламента должны были выбрать председателя. Кандидатуру спикера Народного собрания предложил глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов. Главное слышать наших жителей, наших избирателей. Дорогие друзья, я вас искренне хочу поздравить с избранием депутатами Народного собрания парламента Карачаева-Черкесской республики. По избранию на должность председателя парламента мною внесена кандидатура Иванова Александра Игоревича. В президиуме оригинального политического совета, я сегодня представил, регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». Указанная кандидатура согласована с президиумом Генерального совета партии. После тайного электронного голосования председателем Народного собрания 7-го созыва избран Александр Иванов. Он поблагодарил депутатов за оказанное доверие, заверил, что продолжит трудиться, чтобы регион становился еще лучше, краше, комфортней. Коллеги, мы будем конструктивно работать во благо Карачаева-Черкесии и поддерживать тот курс, которым ведет республика к успеху Рашид Варизович Тимрезов. Я считаю, что успех нашей республики, успех нас всех заключается в конструктивной работе парламента, правительства. Следом была определена кандидатура сенатора от Карачаева-Черкесии, которого выбирают депутаты парламента. Представителем республики в Совете Федерации вновь избран Ахмад Салпагаров, чей опыт, без сомнения, поможет и далее плодотворно работать, взаимодействовать со всеми ветвями власти в регионе и стране. Артур Мухци Алибастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Кадровые назначения. Указом главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова на должность первого заместителя председателя правительства республики назначен Дагир Рамазанович. Он был депутатом четырех созывов Народного собрания. Последние пять лет занимал должность заместителя спикера регионального парламента. В качестве первого вице-премьера Дагир Смакуев, который является доктором сельскохозяйственных наук, будет курировать сельскохозяйственную отрасль в сферу экологии и природных ресурсов, а также межнациональные вопросы. Завод «Халатмаш», выпускающий промышленное холодильное оборудование, вышел на новый уровень производства. Предприятие представило новые образцы холодильной техники. Об этом сообщил глава республики Рашид Тимреза. Уникальное производство с 60-летней историей сегодня производит оборудование, которое является неотъемлемой частью технологических цепочек предприятий, пищевой, химической и нефтехимической отраслей, промышленности и не уступает по своим характеристикам зарубежным аналогам. При этом срок изготовления с поставкой по России в разы меньше, чем обеспечивают импортеры. В планах предприятия постепенная техническая модернизация и развитие производства усовершенствованы линейки поршневых холодильных компрессоров, что дает нам возможность обеспечить импортозамещение в сегменте промышленного холодильного оборудования. Именно так, развивая собственные предприятия, создавая конкурентную продукцию, используя новые технологии и современное оборудование, мы можем прийти к устойчивой и динамичной экономике, что является одной из семи национальных целей развития России до 2030 года, поставленных президентом Владимиром Путиным, отметив Рашид Темрезов. В поселке Аджоникидзовском прошло торжественное открытие новой врачебной амбулатории. Данный медицинский объект рассчитан на 130 посещений в смену и оснащена современным оборудованием, что позволит оказывать первую медицинскую помощь на высоком уровне. Подробнее расскажет Алихан Лепшоков. Открытие новой современной амбулатории для жителей поселка Аджоникидзовский стало знакомым событием. Данное медицинское учреждение было построено в рамках реализации национального проекта здравоохранения. Мэр Карачаевского городского округа Марат Урусов поздравил жителей населенного пункта и подчеркнул, что с вводом в эксплуатацию этой амбулатории люди смогут получать качественную первичную медико-санитарную помощь. Это не просто медицинский объект, а настоящая опора для здоровья наших граждан. Место, где каждый сможет получить заботу и внимание. Создание этой амбулатории стало возможным при поддержке главы Карачаева Черкесской Республики Рашида Борисовича Темрезова. Наша амбулатория оборудована всем необходимым для оказания первичной медицинской помощи и рассчитана на 130 посещений в смену. Ранее в поселке Аджоникидзовском действовала участковая больница, которая уже не могла функционировать из-за изношенности самого здания. Приятно видеть, что новая современная амбулатория оснащена всем необходимым и каждый сможет получить медицинские услуги, не выезжая за пределы своего населенного пункта, отметил заместитель министра здравоохранения Карачаева Черкесии Владимир Селиванов. Еще в 2019-2020 году я помню, четко сюда приезжал, смотрел, что и как, и четко помню, хорошо запомнил обвалившийся угол там, где в стационарном отделении, помните, есть там у вас печка или что-то было, вот это все было обвалено, на это было страшно смотреть. И сейчас вот новое помещение, новое здание, пускай оно может быть не такое большое по размерам, но оно функциональное и то, которое требует реалий сегодняшнего дня. После вторжественной обстановки мэр Карачаевского городского округа Марат Урусов и заместитель министра здравоохранения республики Владимир Селиванов, перерезав красную ленту, дали старт работе амбулаторий в поселке. В структуре данного медучреждения предусмотрены различные кабинеты, включая регистратуру, палату дневного пребывания, стационара, а также прививочные и смотровые кабинеты. Здесь есть все необходимое для работы, уверяют медики. Здесь есть у нас прививочные кабинеты, у нас есть кабинет федиатра, у нас есть кабинет терапевта, есть кабинет вакцинации, кабинет дневного стационара. Все, что должно быть первично в звене здравоохранения, вот эта врачебная амбулатория на сегодня соответствует и отвечает всем требованиям по законодательству нашей страны. Также в новой амбулатории уделено особое внимание доступности предоставляемых услуг для маломобильных посетителей, чтобы каждый мог получить необходимую медицинскую помощь. Алихан Лепшоков, Вести Карачаева, Черкесия, поселок Орджоникидзовский. В день республики в станице Преградной у Рубского района состоялось торжественное открытие новой врачебной амбулатории. Она рассчитана на 240 посещений в смену. Амбулатория оснащена новейшей техникой и оборудована в соответствии со современными стандартами. В новом здании имеются хорошо оснащенные кабинеты физиотерапевта и стоматолога, других узких специалистов. На базе амбулатории есть своя лаборатория, что значительно упрощает работу врачей и позволяет своевременно проводить обследования, сообщили в администрации Урубского района. Новое медучреждение расположено в центре станицы, рядом со зданием администрации поселения, недалеко от здания администрации района и детского сада, удобным, доступным и комфортным для всех жителей месте. Напомню, что строительство амбулатории стало возможным благодаря участию Карачаева-Черкесии в госпрограмме модернизации первичного звена здравоохранения, входящего в нацпроект здравоохранения. Наши теперь жители могут пройти своевременную дистанциализацию. И хочу вас поблагодарить, что вы уделили руководство республики, что вы уделили большое внимание оказанию помощи нашему району, чтобы у нас была такая прекрасная поликлиника. И всего доброго на благо нашей республики. «Непокоренный Кавказ» – так называется акция, которую не первый год проводит в нескольких регионах Юга России группа ценителей истории нашей Родины. Участники автопробега по местам боевой славы посетили Усть-Джугитинский район. К патриотической акции присоединился корреспондент Артур Мхце. Стартовавшая в Краснодаре патриотическая акция «Непокоренный Кавказ» достигла Карачаева-Черкесии. Участие в автопробеге по дорогам республики приняли представители ветеранской организации, а также все неравнодушные к родной истории люди. Почетных гостей в Парке Победы города Усть-Джигуты уже ожидали учащиеся образовательных учреждений, для которых это мероприятие по сути и должно иметь особое значение. Трудно создавать яркое, светлое будущее, если не ценишь достижения и важные страницы прошлого. Минувший 20-й век назван главным столетием истории. Век сплоченного, трудолюбивого народа. В первую очередь потому, что победили в самой кровавой и жестокой войне. История. Эта дорога в сегодняшний день. Школьники вместе со своими наставниками прошлись по важнейшим этапам героической обороны Кавказа. Напомнили о тех, кто защищал родную землю в тот период и перекинули своеобразный мостик к нынешнему времени и необходимости снова вставать на защиту рубежей нашей страны. Собственно, подготовка к столь значимому мероприятию как нельзя лучше помогла ребятам окунуться глубже в события, происходившие на этой земле 81 год назад. Здесь происходили одни из самых кровопролитных боев. Это музей героям перевала Кавказа. Это Марузский ледник, в котором нашли погибших наших замерзших солдат в леднике. После этого организовался у вас очень удивительный музей. Ну и понятно, бои. Это перевалы Санчарские перевалы, Марузский перевал, Кухорский перевал. Это практически, это Карачао-Черкесия, поэтому здесь, надо сказать, остановили врагов. Благодарим организаторов, люди все заинтересованные в сохранении памяти, в сохранении истории, отдавшие этому виду деятельности, этим акциям, наверное, много времени. И сегодня мы хотели бы, конечно, встретиться с нашими ветеранами. На сегодняшний день у нас жив один ветеран, участник Великой Отечественной войны, Смородин Фёдор Владимирович, которому исполнилось 102 года. К сожалению, самих участников тех событий сейчас куда сложнее привлекать к патриотическим мероприятиям. Вместо посещения ветерана делегация непокоренного Кавказа отправилась в поселок Московский, где проживает человек, которого тоже можно назвать важной частью истории середины 20 века. И данные о нем хранятся в школьном музее. Начало Великой Отечественной войны Рамазан Адзинов встретил в родном для него Ленинграде. Тогда у него были другие имя и фамилия – Виктор Воронин. В последние свои дни в блокадном городе он помнит, как сейчас, и выезд на грузовиках через Ладожское озеро, и последующую отправку в более безопасное место. Ладожское озеро нас перевезли, с машины прямо в вагон посадили нас. Вагон большой был, длинный, товарный какой-то. Почему сейчас говорю, потому что я уже знаю товара. И в вагоне мы сколько дней были, сколько сидели, я не могу вам сказать, и нас привезли в Карачаево-Черкесию сюда. Рамазан Магометович поддерживает связь со своими питерскими родными. Но теперь именно в Карачаево-Черкесии его родной дом. В 4-й гимназии поселка Московского участникам автопробега рассказали и наглядно показали, какую роль в образовательном процессе занимает патриотическое воспитание. Ведь пока жива память о событиях прошлого, как бы сохраняется и нить, связывающая поколение. Артур Махце, Олег Малхожев, Вести Карачаево-Черкесия, Ужигутинский район. В Турции в рамках праздника с Аббантой прошла персональная выставка известного скульптора Кошали Зарманбетова. О прошедшем мероприятии маэстро рассказал нашему корреспонденту Белли Джозаевой. Здравствуйте, Кошали, очень рада видеть вас сегодня у нас в гостях. Буквально недавно вы были в Турции вновь. Вы частый гость в Турции. Они вас любят, они вас обожают даже, можно сказать, и часто приглашают к себе на различные мероприятия. В этот раз был с Абантой. Но я знаю, что до самого праздника в Анкаре открылась ваша персональная выставка. Расскажите, как все прошло. Здравствуйте. В Великобритании все прошло, потому что они мне год назад позвонили, хотим устроить вашу выставку, потому что в том году тоже было. Но тогда я им намекнул, что не в таком месте она была. Все-таки выставка требует себе внимания, чтобы люди были вокруг. Они в каком-то другом месте сделали, поэтому решили взять такой решительный баланс. Сказали, что устроим как надо. И действительно, вечером, когда должно было быть вот это все, сначала открыли мою выставку, был губернатор. У них губернатор именно Анкары, столицы. Как бы есть один большой, и вокруг еще есть какие-то небольшие, как бы, в этом же городе. И у них тоже, типа, таких же меров есть. Вот они вот как бы приезжают, бывают. Но вот этот раз, к моему удивлению, он сам был, как раз когда проходил. Но еще там я тоже с гордостью могу сообщить, имею двоих своих учеников, две девушки. Одна именно Ногайская турчанка, которая там живет, работает, рисует. Я ему постоянно, каждый раз, когда езжу, подсказываю. Здесь по телефону общаемся, по видео. Еще вот в этом году появилась еще одна, они с Конглов когда-то уехали, нашей, да, с семьей. И вот одна девочка, оказывается, пишет именно волочные как бы вещи, но не волок, а красками. Поэтому они тоже по две-три работы рядом поставили, я сначала о них рассказал. Я говорю, все обращаются, даже к меру города, помогите, это наши, как бы, талантливые люди. И потом я одной говорю, они по-ногайски говорят четко, даже не употребляют ни одних русских слов. Мы иногда можем русские, иногда употребляют где-то, да, поэтому я говорю, я представлю тебя, как именно здесь, который живешь, здесь родилась ты, но рисуешь, и так как я тебе на Ногайском буду, а ты переведи. Я могу на турецком говорить, но это не то будет. И она вот, я говорил, она переводила, пока обошли все мои работы, вот они как бы толпой были. Я как раз взял же туда, попросил, они сделали билеты моего сына Кошамбета. Я им говорю, смотри, сфоткай, видео снимай, ну он постарался как-то сделать много. Ну, может быть, большой объем, но то, как они сняли, они хотят сейчас ролик сделать и прислать. Поэтому даже многие подходили, интересовались, а эти работы можно здесь в Турции установить. Я даже Миров сказал, когда он одна работа что-то указал, говорит, вот хорошая, конная статуя. Я говорю, вот это можно здесь спокойно поставить. И как раз наш общество, там Ногайский, Тернек называет, да, он тоже говорит, ему на турецком уже, говорит, вот он скульптор именно мирового значения, было бы хорошо здесь в Анкаре в каком-то месте установить. Он закрывал головой, как бы, да, ну, может быть, потом это отзовется где-нибудь. Но мне интересно было, что люди не уходили, пока концерт даже вот потом начался, да. Вот, например, там тоже выступил, а я стоял около работы. Постоянно подходили. Тем более, до этого они же перевели название, мы как бы переписывались и общались по телефону на турецкий язык, чтобы люди могли название прочитать, мою фамилию. И, кстати, там они всегда, вот, меня, как бы, представляли не заслуженный художник в Черкесии или Дагестане, а именно доктор, профессор, вот такие у них есть. Это во Франции, вы меня назвали. Это, оказывается, именно вот мое звание академик, академия художника Казахстана, это мировое, как бы, значение имеет. И даже в том году, когда мы были в большой мероприятии, было, передние сидения в большом зале были как-то свободные и висели там какие-то бумаги. И случайно, с кем я поехал, певец, он сел, потом он, наверное, обернулся, кушали, оказывается, это твое место. Оказывается, я в их ранге, депутатов, даже президента, других с таким званием, я имею право сидеть в передних рядах, как такие уважаемые и сильные такими своими званиями. Поэтому я тоже горжусь этим, потому что, когда принимаю, даже один турок, который нас возил, он говорит, таких званий даже в Турции мало, говорит. Потому что, чтобы добиться, говорит, надо много. Вот еще вот, значит, флага хотел показать, это в 1990 году мы с моим духовным учителем, с рожденным Батумом, когда было в Дагестане, когда я жил, 600 лет эпосу Эдге. И тогда мы должны были, я должен был памятник сделать, там какие-то эмблемы, какие-то другие остановки я делал. Ну, в общем, массовую работу я тогда сделал, хотя вроде бы год назад только окончил. У меня было как экзамен, что ли, как я учился, как я показываю. Поэтому мы тогда, я впервые лепил, помню, мой учитель сидел рядом, говорил, давай так сделаем, давай так сделаем. Потому что символ, это не только ногайское, а петюрское. Вот на счетах, на копьях, везде ставили именно голову волка, или на знаменах именно фигуру волка. Но не такой интерпретации, само собой, да. Даже вот уникальный случай, когда я был после Казахстана, в 95-м году, вот этот флаг Казахстана, помните, Орел, Солнце, да. Тогда меня пригласил главный их художник, он говорит, продай его мне. Я говорю, столько волков, говорит, нарисовал, но такой не додумался. Я не знаю, как-то я спокойно, как-то не могу отъявиться, это же ногайский флаг. Это тогда, 90-го, когда я об этом никто не знал. Даже вот когда мы ее нарисовали, уже на праздник был по флагам, да, люди как-то, не знаю, вот в 90-х, еще не говоря, там в 80-х, история только открывалась. И тогда я помню, наша одна поэтесса поехала в Турцию, и там еще наши ногайцы сразу его сделают флагом. Во всех везде журналах, писали на турецком, именно вот так, Турклер Ногайдара. И уже наши, уже как бы вынуждены, не знаю как, но уже сейчас в России тоже, не говорю, там в других местах, Европе, везде вот этот флаг уже у меня как символ. Макушали, я знаю, что в далеком 1985 году, когда вы были еще студентом, музей Дагестана имени Патимат Гамзатовой купил две ваши работы. И вот совершенно недавно везде в сетях появился ролик с этими работами. Вы об этом вообще знаете? Ну, это Дагестанский музей культуры, истории, искусства, именно Патимат Гамзатова. Это же она великого поэта Рослова Гамзатова. И она имеет мировое значение. Там туда какие-то работы покупают, какие-то работы берут где-то там у народа и так далее. И тогда я помню, вот эти две работы я делал именно на первом курсе. Только начал лепил, потому что после моих таких проб, одежды, о которых я всегда говорил, как я поступал, как я учился, как я преодолевал все это, да. То есть опыт у меня был уже. И учебные работы я на них как-то не смотрел, да. Они были, но как-то я был готов. И вот я помню, мы учебных работ, мы делали, мы, я всегда говорю, это мой друг Одессит Миша Рева, он у них великий, влиятельный художник. И мы с ним как бы соперничали. Вот даже пять лет все. И поэтому, наверное, всегда я привык какие-то маленькие работы делать. Многие видели, говорят, а почему ты маленькие работы делаешь? Потому что большую там ставить невозможно. Во-первых, во-вторых, учебную работу мы ставили на сессии разные, да. И я знаю, у Миши и у меня всегда были маленькие камни или там гипса или какой-то материал, какая-то скульптура. То есть я тогда считал, что это, я не говорю, что преподаватели были плохие или какие-то. Мы просто вынуждены были делать какие-то работы вне учебных требований. Поэтому, наверное, это сказалось на том, что, вы знаете, да, я не горжусь или не хвалюсь, что я художник. Художник – это человек, который придумывает, сочиняет. Можно писать хорошо, можно рисовать хорошо, можно липеть хорошо, но выше Микеланджело, Леонид Леонидовича никогда не прыгнешь. Поэтому я всегда схожу из своих источников, вот то, что я говорил о флаге, о библине, то есть из корней, то есть орнамент, народное искусство. Поэтому детям я стараюсь давать именно народное, копать в своем народе, это истоки. Поэтому нельзя Малевич сделать черный квадрат, когда этот квадрат во всех наших изделиях. Вот карачайский, я знаю, именно геометрический, там есть квадратный, треугольник. То есть он сделал искусство на этом, а мы, как говорится, смотрим. Поэтому мы тоже должны стараться это делать, и поэтому музей, когда вот появился, он как. Я эту работу выставил, обожгли меня тогда в Академии художеств, знакомые были. И на какой-то выставник купили, я не знаю, я тогда много выставлялся. Поэтому даже когда я стал сразу, после окончания 90-м, членом Союза художников СССР, это было большое достижение. Потому что попасть тогда невозможно было. Потом меня автоматически перевели именно в Россию, как бы я номер один, когда уже была именно Российская Академия художеств. Поэтому они купили, и я помню, даже я получил за эти работы очень большую сумму денег для меня студента, и вообще, который только поднимается, почему я это рассказываю, именно для студентов, для тех, кто начинал искусством, не знаешь, какая работа у тебя именно будет супер. Может, вот эти работы две уже супер, я уже все сделал. Не говоря, что я сделал и этот факт. Поэтому я хочу, чтобы все работали, работали и работали. А какая песня лучше будет или какая работает, то история скажет. Вот моя история именно в телевидении, этот ролик. Как профессиональный художник, как профессиональный скульптор, хочу у вас спросить, вот можно ли как-то сохранить ту самую классическую скульптуру? Ведь сейчас часто молодые скульпторы, они обращаются к цифровому моделированию. Ну, лучше переводить, конечно, в такие твердые материалы, как бронза, золото, серебро. Но просто сохранять надо во всех флешках, на всех этих, чтобы было. У меня вот масса я использую, и как в этот момент они уходят, я не знаю. Поэтому я стараюсь все, какие у меня есть снимки, не говоря своей работы, сохранить именно материалы. Пускай они материалы будут, но если, например, не останутся фотографии, к примеру, их можно еще поснимать, еще, как говорится, в других видах, видео, допустим. Поэтому постараться надо работы сохранять, именно материальные, но не пластилин, конечно. Кушали, скажите, а можно ли у скульптора сформировать пространственное мышление? Пространство, в моем понятии, почему моя черно-белая графика, это, во-первых, силуэт. Должен быть красивый силуэт. А то, что в нем какие-то гравировки, какие-то вещи, значимые, которые имеют, он не будет, если не будет, вот это силуэт. Поэтому если даже наблюдать в больших городах, в больших странах большие скульптуры, при въезде не все скульптуры нормально смотрятся. Потому что они станковые, вот их сделали 100 метров. Поэтому силуэт. А силуэт у нас что такое у всех народов, скажем, короче, Черкесии? Это орнамент. Любой орнамент, то геометист, то растительный, то какой-то замор, да, это силуэт. Поэтому в них надо находить именно то, что вы хотите сделать в своих работах. Если узнаете хорошо орнамент или те же родовые знаки, то перед вами золотая дорога. Поэтому надо изучать вот это. А я почему-то многое знаю именно в композициях, да, потому что я вначале, когда именно вот начинал, мне говорили, ты ничего не знаешь, композиция, уезжай в баул. Я мог бы расплакаться, пускай даже мальчик, да, кинуть там глину или камеру разбит, уехать. Но мне встал вопрос, почему композиция? Поэтому я хотел бы, чтобы кто начинает, они были любознательными, всегда интересовались. Почему орнамент появится? Почему он так изображен? Тогда у него будет дальше чувство композиции еще больше. Поэтому композиция что такое? Это постоянно работать. Не смотреть на какое-то место клочок, где у тебя как мастерская, может быть, или как место или кухня, в котором ты должен что-то делать. Не искать этого. Конечно, я был бы счастлив, если у меня была мастерская, я бы повесил себе работу, поставил себе работу. Но если нет, то так нет. Что поделаешь? Но мастерская нужна именно тем, кто приезжает, туристам. Они могли бы, вот как мастерская, кушель за Ромбетово, иметь такую-то уникальность, пойдемте проведем экскурсию. Прекрасно же, прекрасно. Это, во-первых, значимость именно Черкесии как культуры, искусства. То есть архивист, дамбай, а вдруг какая-то мастерская или другого художника. У нас у всех народов есть хорошие художники. Но скажу прямо, их немного, один-два у каждого народа. Потому что композиторов много не бывает. Так просто окончится, может, много бывает, но композиции он не дается. Поэтому я еще раз говорю, изучайте свою историю, свои корни, именно народных. Тогда вы будете теми, о которых я говорю, композиторами, художниками. И кем вы хотели быть, даже певцами, которые будут петь именно от души, потому что у них есть вот эти корни. Ну что ж, я еще раз благодарю вас за участие в нашей программе. Желаю вам дальнейших успехов. Спасибо, что вы были гостем нашей программы и за ваше отношение к своей работе. Спасибо вам. Спасибо. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»